МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Пульс города в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Неуд за дороги. Сотрудники ГИБДД проверили состояние трассы Умба-Кандалакша. Без воды не оставят. Депутаты городского совета выделили дополнительные средства на нужды Белого моря. Выпавшие из гнезда в Кандалакшском заповеднике выхаживают птенцов дятла. Солидный штраф грозит компании, которая взяла на себя обязательства по ремонту участков трассы Умба-Кандалакша. Сегодня состояние полотна оценили сотрудники ГИБДД. Вывод – дорогу требуется незамедлительно привести в порядок. Вот так сейчас выглядит участок на 98-м километре трассы Умба-Кандалакша. Первое впечатление – это не дорога регионального значения, а деревенская, проселочная. Вся в ямах, ухабах и трещинах. А между тем здесь ежедневно проезжают сотни машин. Водителям каждой из них приходится совершать опасные маневры – сворачивать на обочину, выезжать на полосу встречного движения. Необходимость в приведении дороги в порядок возникла давно. Подряд на реконструкцию трассы взяла на себя фирма «Севтехинвест» и закипела работа. В конце мая дорожники срезали старое покрытие, но на этом решили остановиться. Сослались на отсутствие асфальта, техники, а потом и вовсе заявили – время еще есть. Срок исполнения договора заканчивается в августе. Что думают автолюбители по поводу этих отговорок, догадаться несложно. – Ну посмотрите на дорогу. Ужас. – С дачи едем, да. Ну что, дорога-то вся в ямах. Была лучше, а сделали, сняли асфальт и вообще не проехать стало. – Поэтому приходится вот так ловить? – Ну приходится вот так вот ездить, между ямами на обочину заезжаем, по встречке едем как-то, вруливаемся. И все так вот ездят. – И это, пожалуй, самые безобидные комментарии водителей в адрес дорожной фирмы, которая взялась отремонтировать трассу, но почему-то медлит. Зато сотрудники ГИБДД терпеть бардак на дороге не намерены. По фактам нарушений, выявленных в ходе сегодняшнего рейда, возбуждено дело об административном правонарушении. Нерасторопным дорожникам грозит солидный штраф. – Как мы видим, что данная региональная автодорога Умба-Кандараша находится в неудовлетворительном состоянии. Дорожные организации начали конструкцию ее, именно сняли часть асфальта, а с остальной забыть положили. – Нами идет контроль, непосредственно будет приниматься меры административно-реагирования, возбуждено административное дело по данному поводу. – Сотчет 12.4 в отношении юридического лица. – Хочу успокоить наших горожан и гостей нашей области, что ГИБДД принимает меры, нас тоже это не устраивает, и виновные лица будут наказаны. Крупный штраф грозит и местным властям, заявляет инспектор дорожного надзора. В Кандалакше до сих пор не проведены работы по нанесению разметки. Желающих заняться этим не нашлось. Конкурс по выбору подрядчика специалисты управления коммунальным хозяйством проводили неоднократно, но безрезультатно. – Горизонтальной дорожной разметки у нас в городе до сих пор нету, уже начало июня, разметки нету, компании на конкурс не выходят от администрации. ДТП, которое происходит на улице нашего города, именно выявляется причиной, такие как отсутствие дорожного, это сопутствующий фактор. Нами возбуждено административное дело в отношении юридического лица. Лица, которые отвечают за нанесение разметки, и непосредственно заказчики разметки будут привлечены к административной ответственности. Радует одно с обустройством пешеходных переходов в Кандалакше порядок. С некоторых пор зебры в районе образовательных учреждений делают двухцветными. Дополнительно установлены яркие знаки «Внимание, дети!». Теперь их будут еще и дублировать. Для этого непосредственно на проезжую часть наносится предупреждающая надпись. Сегодня депутаты городского совета провели внеочередное заседание. В повестке дня значился только один вопрос. Непростая ситуация с водоснабжением в населенном пункте Белое море. Оставлять людей без воды недопустимо. Подавать ресурс по расписанию тоже неправильно. Такое мнение сегодня озвучили депутаты городского совета в ходе внеочередного заседания. Народные избранники приняли решение внести изменения в бюджет и выделить дополнительные средства на обеспечение мероприятий по организации водоснабжения в населенном пункте Белое море. В общей сложности размер финансовой поддержки составит 8 миллионов рублей. Эти средства будут направлены МУП «Недвижимость Кандалакши» на возмещение недополученных доходов и возмещение затрат, связанных с исполнением работ по подаче холодной воды и ее отведению в жилые дома Белого моря. Готовьте денежки с 1 июля. Будем платить больше за светотепло. Не за горами и повышение тарифов на газ. Киловатт-час электроэнергии подорожает на 7 копеек. С 1 июля граждане, проживающие в домах, оборудованных электроплитами, будут платить 1 рубль 71 копейку за киловатт-час. Тем, кто пользуется газовыми плитами, придется выложить 2 рубля 43 копейки за киловатт-час, вместо прежних 2,34. Вырастет с 1 июля и тариф на теплоснабжение. Цифры в коммунальных платежках за потребление данной услуги увеличатся в среднем на 4%. Ждать ли повышения тарифов на газ пока непонятно. Последний раз они были проиндексированы 1 августа прошлого года. На первой котельной закончился плановый ремонт теплоэнергетики, уложились в сроки. И уже с сегодняшнего дня в домах жителей центральной части города появится горячая вода. Правда, как выясняется, не во всех. Из-за многочисленных порывов на внутренних сетях специалисты Кандалакшской теплосети вынуждены на время ограничить подачу ресурса по следующим адресам. Так, пока горячей воды не будет в некоторых жилых домах на Первомайской Данилова набережной. Временные трудности из-за отсутствия горячего водоснабжения придется испытывать и жителям домов на Комсомольской, Пролетарской и Партизанской. Частичные отключения предусмотрены и на Горького в домах 1, 3, 7, 9, 11, а также на Уверова и Аэронавтов. Ремонтные работы на внутренних сетях после опрессовок стали причиной отсутствия горячего водоснабжения и в ряде домов, расположенных на улицах 50 лет Октября, Пронина, Пионерская и Восточная. Подача ресурса на время будет ограничена также и на социально значимые объекты, в частности в поликлинике, детский дом «Берег», первую и десятую школы и детские сады 1, 4, 15, 16, 48, 49, 52 и 63. Футбольный сезон в самом разгаре, так 25 июня на стадионе Дворца спорта прошла игра с участием ФК «Кандалакша» и команды «Кулатом» из «Полярных зорь». Матч носил принципиальный характер, в ходе него была разыграна путевка в полуфинал чемпионата Мурманской области по футболу. Борьба за возможность выйти в полуфинал областного чемпионата выдалась нешуточной. Никто не собирался сдавать позиции. Игра получилась жесткой и напряженной одновременно. Итог первой половины игры тому подтверждение. На перерыв футболисты ушли со счетом 0-0. Во втором тайме наблюдалась похожая картина. Хотя реальные шансы пробить ворота противника были и у «Кандалакшан», и у игроков из «Атомграда». В точку споре двух сильных команд поставил наш земляк Илья Виноградов. На дополнительной минуте он забил «Кулатому» долгожданный гол и принес своей сборной путевку в 1-2 областного чемпионата. В турнирной таблице этого состязания «Кандалакшане» сейчас занимают лидирующие позиции, укрепить которые футболисты смогут уже 5 июля. В этот день на стадионе Дворца спорта «Кандалакша» сыграет с командой «Апатит». Хотели как лучше, а получилось как всегда. Иногда, казалось бы, добрые дела приводят к безрадостным последствиям. Сотрудники «Кандалакшского заповедника» бьют тревогу. Горожане все чаще стали приносить им птенцов и зверьков на передержку. Сегодня работники «Кандалакшского заповедника» приняли в свою семью четырех птенцов большого пестрого дятла. Сердобольные, но мало сведущие в биологии граждане привезли их из колвицы прямо в спиле дерева вместе с частью дупла. Сообщили, что нашли пернатых детенышей в упавшей сосне и решили отдать птичек орнитологам в заповедник, как оказалось, зря. Птенец на земле – это не значит брошенный птенец родителями. Не нужно его спасать. О нем обязательно будут заботиться его родители. Его обязательно будут кормить. Если вы берете такого птенца, то это очень тщательный уход за ним, чтобы он выжил. Насекомоядных птиц нужно кормить каждый час. Иногда их нужно еще и поить водой и согревать в течение суток. А ухаживать за ними нужно до тех пор, пока они не полетят. То есть, если вы берете на себя такую ответственность и такой тяжелый труд, и вы готовы к этому, тогда можно подбирать птенцов. Но мы этого делать никому не рекомендуем. Потому что, подобрав их, вы лишаете их шанса выжить. Лес вплотную подступает к окраинам нашего города, и встреча с дикими птицами или зверями неизбежна. Сотрудники Кандалакшского заповедника напоминают, что спасать необходимо только подбитых или покалеченных животных, которые не смогут выжить в природе самостоятельно. Если же вы заметили неоперившегося беспомощного птенца, то самое разумное, что можно сделать, это отойти подальше и не беспокоить его. Далее в нашей программе прогноз погоды. Его представляет единая справочная по товарам и услугам. 9, 10, 10. Сегодня ночью в Кандалакши по району ожидается переменная облачность, местами осадки. Ветер северный, 10 метров в секунду. Температура воздуха при этом будет меняться незначительно от нуля до плюс 5 градусов. Днем в четверг синоптики обещают жителям юга Кольского полуострова облачную с прояснениями погоду. Небольшой дождь и северный ветер до 7 метров в секунду. Воздух при этом сумеет прогреться максимум до плюс 10 градусов. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 9, 10, 10. 9, 10, 10. На этом наш выпуск подошел к завершению. Я с вами прощаюсь. Я желаю хорошего настроения. Увидимся с вами завтра в это же время. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова